В этом видео отобрано топ-10 мест в Санкт-Петербурге, которые обязаны включить в свой план путешествия каждый турист. Город Петровской мечты Невский проспект Петербург просто создан для пеших прогулок и начинать свой маршрут стоит именно с этой улицы. Прямо от главного входа в метро Невский проспект виден канал Грибоедова, знаменитый храм Спас на Крови, на месте которого был смертельно ранен Александр II. Здесь же дом компании Зингер, известный также как дом книги и головной офис ВКонтакте. А напротив виден Казанский собор во всей красе. В пяти минутах ходьбы на большой конюшенной улице располагается знаменитая Ленинградская Пышечная, где можно недорого перекусить. А если пойти в сторону площади Восстания, вы увидите здание гостиничного двора, знаменитый Анечков мост, обелиск городу-герою Ленинграду и многое другое. Весь проспект напоминает музей, здесь нужно внимательно вглядываться в фасады зданий, сворачивать во дворы или взять экскурсию по крышам. Не пожалеете. Вдоль Невского проспекта почти на каждом шагу продают экскурсии по крышам, по воде, в музее и пригороды. Больше всего таких продавцов можно найти около Екатерининского и Анечкова садов, Дворцевая площадь и Зимний дворец. Главная площадь города и Государственный Эрмитаж, конечно, также обязательны к посещению. Говорят, если загадать желание и трижды пройти вокруг Александровской колонны, что в центре площади, оно обязательно сбудется. Летом здесь многие катаются на роликах и самокатах, встречаются каты под песни уличных музыкантов. Рядом находится Дворцовая набережная, откуда открывается прекрасный вид на растральные колонны и стрелку Васильевского острова. Город Петровской мечты! Стрелка Васильевского острова. Мыс на восточной оконечности Васильевского острова и один из красивейших ансамблей северной столицы. Здесь расположены здания биржи, консткамера, зоологический музей, здания 12 коллегий, здания Академии наук, растральные колонны. От биржевой площади расходятся две набережные – Университетская и Макарова. Летними вечерами на стрелке много молодежи, часто выступают уличные музыканты, собираются байкеры. Это одно из мест, где жители города любят встречать закаты – Петропавловская крепость и ее музеи. И еще одна популярная локация, где находится Монетный двор, тюрьма Трубецкого бастиона и усыпальница династии Романовых. А с Нарышкина бастиона каждый день в полдень гремит пушечный выстрел. Попасть в крепость можно абсолютно бесплатно, а за вход в музей придется заплатить от 200 до 550 рублей. Летом на территории Петропавловки многие загорают и даже купаются. Последнее я бы не советовал. Исаакиевский собор. Посетите одно из самых сложных сооружений, которое создавалось в 19 веке на протяжении 40 лет. И поднимитесь на его колоннаду, преодолев 242 ступеньки узкой винтовой лестницы. Со смотровой площадки открывается великолепная панорама на город. Музей является одним из самых высоких зданий в Петербурге. В нем хранятся важные артефакты вроде маятника Фуко, который стоит увидеть. Рядом располагается Александровский сад – один из красивейших в этом городе. Вы можете остановиться в пятизвездочной гостинице «Астория», которая располагается в красивом историческом здании. Здесь есть номера с видом на Исаакиевский собор, и большинство знаковых достопримечательностей находятся в пешей доступности. Магазин купцов Елисеевых. Старейший русский гастроном был открыт в 1903 году и до сих пор поражает посетителей своим роскошным интерьером и изысканной атмосферой. На входе стоит самоиграющая фортепьяно вокруг множества авторских сладостей и других продуктов, приготовленных по уникальной рецептуре. Внутри имеется своя небольшая кофейня. Город Петровской мечты. Стрелка Елагина острова. Любование закатным солнцем на западной стрелке Елагина острова – одно из любимейших занятий петербуржцев. Это место находится в парке культуры и отдыха имени Кирова. Здесь можно расслабиться, отдохнуть от городской суеты и покормить белочек, а также заняться спортом, посетить экскурсии, выставки и концерты. Предварительно смотрите афишу. Крейсер Аврора. Крейсер-музей посвящен одной из самых трагичных страниц истории российского флота. Внутри 9 залов с современными мультимедийными инсталляциями. Они перенесут вас в события, в которых довелось участвовать крейсеру. Петергов. Одно из популярнейших мест для посещения у туристов всех возрастов. Большой Петерговский дворец окружает парк с ансамблем из фонтанов, которые работают только в теплое время года. Так что постарайтесь успеть сюда до конца сентября. Каждый год проходят шоу открытия фонтанов в мае и закрытия в сентябре. Они сопровождаются красивой подсветкой, светомузыкой и салютом. Территория огромная и интересная. И учитывая удаленность от центра Питера, для посещения Петергово следует выделить отдельный день. Царское село. Роскошные залы Екатеринского дворца, янтарная комната, шикарная архитектура и парки, впечатляющие туристов истории и величия. Царское село находится в пригороде Санкт-Петербурга, Пушкини. Здесь также рекомендую посетить Александровский дворец, осмотреть величественные колонны и галереи. Город Петровской мечты. Ну и конечно же, из Санкт-Петербурга нельзя уехать, не понаблюдав за главным зрелищем – разводом мостов. Если вы остановились в центре, лучше всего наблюдать развод мостов на левом берегу Невы. Там, где Невский проспект, Адмиралтейство и Московский вокзал. В таком случае, после, вы легко доберетесь до отеля пешком или на такси. От Зимнего дворца можно увидеть развод Дворцового моста. От памятника Петру Великому «Медный всадник» прекрасно наблюдать развод Дворцового и Благовещенского мостов, Стрелка Васильевского острова. С этой перспективы вы сможете наблюдать развод Дворцового и Троицкого мостов. Ну а график развода мостов смотрите на сайте, который вы сможете найти в описании к данному ролику. Субтитры создавал DimaTorzok